На войне для победы все средства хороши. Этим постулатом пользовались вплоть до 1868 года, когда в Петербурге была подписана специальная международная декларация, запрещающая определенные виды оружия, причиняющие жертвам излишнее страдание. С того самого момента появилась работа международного гуманитарного права, которое даже в самых острых военных конфликтах на первый план выдвигает человека и его жизнь. Сегодня вы узнаете о 10 запрещенных видах оружия, использование которых строго карается военным судом при организации объединенных наций. Напал. Когда я сказал, что будет действительно жарко, я нет, не шутил. Первым в нашем топе и, наверное, одним из самых известных запрещенных видов оружия 20 века является напал. Адское пламя. Именно так описывали напалм очевидцы Вьетнамской войны. Там эта зараза применялась американскими солдатами повсеместно, в том числе и против мирного населения. Напалм представляет собой смесь бензина и специального загустителя, который испускается мощной горячей струей из огнемета. Главной особенностью является его сумасшедшая температура горения – 1200 градусов, а также длительное время горения – до 10 минут. Этого достаточно, чтобы от человека не осталось и следа, ведь тягучий вязкий напалм почти невозможно убрать с кожи. Армия США таким образом уничтожала целые деревни, а также выжигала леса, лишая противника укрытия. В 1980 году напалм был официально запрещен ООН. К настоящему времени к конвенции о запрете этого вида оружия присоединились 99 стран, включая бывшие постсоветские государства. Экспансивные пули Одним из первых запрещенных видов оружия в мире стали экспансивные пули, которые официально попали под санкции Гаагской конференции в конце 19 века. Такой боеприпас преимущественно небольшого калибра при попадании в мягкие ткани резко увеличивает свой диаметр, нанося сильнейшее повреждение внутренних органов. Первые пули такого типа появились в начале 1890-х годов и стали называться «Дум-Дум» по названию предместия Калькутты, где располагалась британская оружейная фабрика, производящая экспансивные снаряды с сотнями тысяч ежедневно. Экспансивные пули представляли собой обтекаемой формы снаряд из мягкой стали для винтовочного патрона со спиленной оболочкой на носу. При попадании в цель боеприпас раскрывался подобно цветку, вследствие чего попадание в тело человека приводило к одному из двух исходов – смерти или инвалидности. Экспансивные пули в данный момент используются при охоте на крупных диких животных, что порождает споры о гуманности их применения, но уже по отношению к братьям нашим меньшим. Белый фосфор При словосочетании «белый фосфор» у членов организации ООН нервно начинает подергиваться левый глаз. Ведь запрещенное Женевской конвенцией оружие формально находится в свободном доступе. Это оружие активно использовалось еще в ходе Первой мировой немецкими и британскими войсками. Белый фосфор активно применялся люфтваффе во Второй мировой, американцами в Корее, Израилем в Ливане и во множестве других войн и вооруженных конфликтов. Согласно информации ряда СМИ, вооруженные силы Украины использовали фосфорные боеприпасы в Донбассе, а авиация США и их союзников – в Сирии. Согласно международной классификации, фосфор относится к группе самовоспламеняющихся зажигательных веществ. При этом он невероятно липуч, так что смыть его с кожи даже большим количеством воды – задача не из простых. Известны случаи, когда подобное оружие буквально прожигало человека насквозь, а смертельно опасные удушливые газы, образующиеся при горении фосфора, добивали тех, кто гасил огонь. Кассетные боеприпасы Один снаряд хорошо, а много лучше. Именно такие мысли наверняка сидели в голове создателя конструкции кассетных боеприпасов. Запрещенное в 2008 году оружие сейчас находится в руках мощнейших военных держав, хотя и согласно главному положению декларации подлежит полному уничтожению. Чаще всего в конфликтах применяется авиационная кассетная бомба. В одной большой кассете содержится от 500 до 1000 маленьких снарядов, которые при детонации в воздухе образуют собой самый настоящий смертоносный дождь. Одна такая бомбочка разлетается на десятки осколков, поэтому применение такого вида оружия в густонаселенных районах просто недопустимо. Тем не менее Россия, Китай и США продолжают разработку новых видов кассетного вооружения, уверяя мировую общественность, что все экземпляры создаются исключительно в научных целях. Фазген. А что там по химическим веществам? Представляем вашему вниманию фазген – газ без цвета и запаха, который активно применялся в годы Первой мировой войны. Обладая прекрасной летучестью, он с легкостью заполнял окопы, вызывая характерные симптомы отравления лишь через пару часов. При больших дозах у человека происходит остановка дыхания, однако немцы пошли еще дальше. За пару лет ими были созданы уникальные коктейли из газов. Особенно популярным считалась реакция фазген с хлором. Несмотря на статус запрещенного оружия, в 40-х годах его активно использовали японские военные против Китая, где на момент окончания 1945 года было зафиксировано свыше четырех случаев удушения фарами фазгена. Окончательно запретить любое использование, хранение и распространение химического оружия удалось лишь с применением соответствующей конвенции, которая вступила в силу лишь 83 года спустя, с начала Первой мировой войны. Лазерное оружие Говорят, что лазерное оружие есть только в кино. Да как бы не так. Мощные световые потоки, способные прожигать металл, существуют в развитых армиях уже более 40 лет. На законодательном уровне запрещены все виды лазерного оружия. Особое внимание уделяется использованию в ослепляющих целях, когда яркий световой импульс, попадая на глаз, полностью лишает человека возможности видеть. Эта технология активно применялась в 90-х годах прошлого столетия. Однако из соображения гуманности ее использование пришлось запретить нормами международного права. По факту, лазерные указки, которыми мы баловались в детстве, тоже относятся к классу оружия. Правда, мощности ее хватит лишь на краткосрочное ослепление противника, которое обычно проходит через пару часов пребывания в темноте. Противопехотные мины. Наверное, для солдата пехоты нет ничего страшнее, чем в открытом поле случайно наступить ногой на мину. В 99% случаев это или летальный исход, или инвалидность. Ведь обезвредить такую бомбу практически невозможно. Достаточно убрать ногу, и пусковой механизм сработает, а после взрыва от солдата вряд ли что-то останется. Несмотря на запрет, который действует с 1997 года, противопехотные мины до сих пор стоят на вооружении у многих стран, включая Россию и США. При этом не стоит забывать, что в мире осталось еще множество необнаруженных взрывчатых устройств, которые остались на территориях со времен прошлых войск. Это порождает массу проблем, включая страдания мирного населения, которые и по сей день ненароком попадают в смертельные ловушки. Биологическое оружие В 1925 году было окончательно запрещено биологическое оружие. «Как это?» – спросите вы. Ведь принято считать, что такой способ ведения войны задел далекого будущего. Однако первые случаи применения биологического оружия были зафиксированы в 1346 году. Тогда тела зараженных чумой людей на катапульте перекидывали через стены вражеского города, начиная локальную эпидемию в стране противника. Продолжалось такое веселье вплоть до 1979 года, когда в Африке неумелое применение оружия вызвало крупнейшую в истории континента эпидемию сибирской язвы, унесшую тогда жизни тысячи человек. На данный момент страны не должны иметь никаких следов хранения биологического оружия. Однако тот же COVID-19 многие эксперты называют китайской разработкой. Эксперимент, который в декабре 2019 года вышел из-под контроля. Ямы с шипами Кто сказал, что запрещенное оружие должно обязательно стрелять или взрываться? Яркий пример жестокости человека – ямы с бамбуковыми шипами, которые в годы Второй мировой войны искалечили сотни тысяч людских жизней. Изобретатели этого чудо-оружия пошли дальше, начав впоследствии смазывать колья животными фекалиями. При таком раскладе любая, пускай даже незначительная царапина, превращалась в серьезную рану с бактериями, которая могла привести к летальному исходу. В 1907 году ямы с шипами были официально признаны оружием, причиняющим излишние муки. Теперь же на полях сражений их не встретить, разве что в Mortal Kombat, где такие ямы встречаются на некоторых игровых локациях. Водородные бомбы В отличие от атомных бомб, термоядерные или водородные боеголовки официально запрещены конвенцией ООН от 24 ноября 1961 года. Согласно мнению членов организации, их использование принесет человеку излишнее страдание, а также нанесет вред природе. Водородные бомбы в 50 раз мощнее атомных, хотя состоят из одних и тех же компонентов. При этом их взрывная сила ничем не ограничена, разве что размерами с самой водородной бомбой. После ряда испытаний в начале 50-х человечество осознало, какого монстра породила их гонка вооружений. Теперь судить о смертоносности бомб можно лишь по архивным кадрам, которые наводят ужас и страх по сей день. Несмотря на запреты ООН, запрещенные виды оружия продолжают существовать. Ярким прецедентом стало использование белого фосфора в Сирии, что вызвало в мире небывалый для нашего времени резонанс. Будем надеяться, что страны все-таки на первый план будут ставить человека, ведь жизнь, как и мир, бесценна. Не забывайте подписаться на канал, нажать лайк и обязательно написать комментарий, понравилось ли вам наше сегодняшнее видео. До скорых встреч!